Беседа 58, Бытие 32, 1-2 Знаю, что вчера продлившаяся долго беседа наша утомила вас, но будьте добры. Труд ваш не напрасный, он совершается ради Господа, который и красковременный труд удоставит великих наград. Если тело и утомилось, то тем более укрепилась душа. Я и сам хотел бы сократить поучение, но, видя сильное ваше желание и возбужденную ревность, не решился прекратить слово прежде окончания начатого повествования, зная, что этим я доставлю вам больше удовольствия. Продолжительная беседа с особенной ясностью показала великое ваше усердие и ненасытимую жажду слушать. Поэтому и я сам, замечая ежедневно возрастающую вашу ревность, с большей готовностью приступаю к произнесению вам поучений. И так и сегодня, продолжив по мере сил то, что следует, после сказанного вчера, предложим любви вашей обычную трапезу. И посмотрим, как праведник Иаков по удалению Лавана предпринимает путешествие. Из того, что изложено в Божественном Писании, ничего не сказано напрасно. Но все, что совершается праведниками, имеет величайшую для нас пользу. Так как Господь всяческих непрестанно сопутствовал им и облегчал для них труды и странствия, то и из одного простого описания путешествия их можно извлечь великую пользу. Когда Лаван сказано оправился в дом свой, Иаков пошел в путь свой. И взглянул, увидел ополчение Божие, ополчившееся, и встретили его ангелы Божие. Поскольку прекратился и уже миновал страх его перед Лаваном, а место его заступил страх перед братом, то человеколюбец Господь, желая ободрить праведника и рассеять всю его боязнь, даровал ему узреть полк ангелов. Иаков увидел их и сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаим, чтобы это наименование служило постоянным напоминанием о бывшем ему там видении. И послал Иаков перед собой вестников, брата своему Исау, в землю Сеир, в область и дом. И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исау, вот что говорит раб твой Иаков, Я жил у Лавана и прожил до ныне. Посмотри, какой был страх у праведника и после видения. Он страшился раздражения брата, беспокоился о том, не возбудет ли брата память о прежних его поступках к нападению его. И есть у меня валы и ослы, и мелкие скоты, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего Исауа, дабы приобрести рабу твоему благоволение перед очами твоими. Смотри, как он боялся брата, и потому, желая расположить его к себе, предварительно посылает к нему с известием о своем возвращении, и о бывшем у него имуществе, и о том, где он провел все прошедшее время, чтобы таким образом смягчить гнев его и сделать его кротким. Это и произошло, потому что Бог умерил его сердце, угасил гнев его и внушил ему кротость. Если Лавана привели в такой страх слова, сказанные ему Богом, Лавана, который так стремительно преследовал Якова, то тем более нужно было расположить брата к кротости в отношении к праведнику. И возвратились вестники к Якову и сказали, мы ходили к брату твоему Исауу, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Вот это самое еще увеличило страх праведника, ведь он не знал с точности намерения брата, и узнав о множестве людей, находившихся с ним, испугался, подозревая, не к войне ли с ним, приготовившись, он хочет сделать такую встречу. Яков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, крупный, и верблюдов, на два стана. Страх возмущал его душу, он не знал, что делать, и был в большом затруднении, поэтому, как объятый совершенно страхом, видя перед глазами смерть, и он разделяет на два стана. И сказал Яков, если Исааф нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Вот что внушил ему страх и сильное опасение. Видя себя, как бы в павшем сети, он прибегает к непреоборимому Господу и просит Бога всячески об исполнении данных ему обетований. Как бы так говоря, ныне настало время, когда и ради добродетели предков и данного тобой обетования, да буду удостоен получить всю твою помощь. И сказал Яков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Ты, говорит, вызовший меня из страны чужой и повелевший мне возвратиться к отцу своему в землю рождения моего. Не достоин я всех милости, всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел от Теордан, а теперь у меня два стана. Еви, говорит, помощь, соответствующую настоящему времени, оказывавшей до ныне мне столь великое попечение. Ты силен, и теперь исторнуть меня из угрожающих мне опасностей. По твоему о мне промышлении, некогда имевший один жезл при отправлении в страну чужую, ныне пришел с двумя встанами. Итак, ты, Господи, даровавший мне такое благо поспешение, столько умноживший достояния, ныне избавь меня от руки брата моего, от руки Исаака, ибо я боюсь его, чтобы он пришед не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морский, которого не исчислить от множества. И ночевал там Яков ту ночь, и взял из того, что у него было, и послал в подарок Исау, брату своему. 627. Заметь, боголюбивое чувство и глубокую признательность праведника в том, как он ничего другого не просит у Господа, кроме исполнения собственных его обетований. 727. Воздавая Богу благодарение за прежнюю его милость и исповедуя, что он из ноготы и нищеты привел его в такое благосостояние ныне, молит Бога избавить его от опасности, обращаясь к Господу с таким прошением и вознося к нему такое моление, употребляя из своей стороны нужные меры. 827. И взял, говорит он, и разделил из того, что имел при себе, послал брату, разделив посылаемое, и дав наставление о том, как и самыми словами расположить брата, и известить его о своем прибытии. 927. И если, говорит, встретят, скажите, вот и раб твой Яков идет за нами, ибо он сказал сам в себе, умилостивлю его дарами, которые идут передо мною, и потом увижу лицо его, может быть и примет меня, чтобы то есть сперва расположить к себе брата, а потом уже лично встретиться с ним, потому что, говорит, желает ли он увидеть меня. 1027. И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. 1127. Здесь опять примечание неизреченное человеколюбие Божие, и то, как всегда сообразно с обстоятельствами, он являет свое промышление. 1227. Так относительно Лавана, когда праведник еще ничего не подозревал и не знал, что Лаван в отмщении праведнику за тайное его удаление, намеревается с яростью напасть на него. 1327. Тогда Бог, явившись Лавану, обуздывает порыв гнева его и повелевает ему ничем, даже словом, не оскорблять Якова. 1427. Не говори, говорит Якову, злого. И это сделал известным праведнику, сделалось через того самого Лавана, чтобы, узнав столь великое о себе промышление, имел тем более бодрости духа. 1527. А теперь, когда брат успокоился вследствие продолжительности времени и перестал питать гнев и негодование на Якова, а между тем этот беспокоился, страшась и трепеща встречи с братом, 1628. Благой Господь уже не дает особенных повелений Исау, потому что он не имел никаких умыслов против брата, а только утешает праведника. 1629. После того, как отправил посланных за Рами, он, переспав и восстав, сказал в ту ночь, и перевел обеих жен и детей Бродом и Авока. 1631. Пошли дары перед ним. И стал в ту ночь и взял двух жен своих и двух рабынь своих и одиннадцать сынов своих, перешел через Явок в Брод, и взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. 1731. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. 1831. Велико человеколюбие Господне. 1831. Так как намеревался идти навстречу брату, то дабы он самым делом удостоверился, что не подвергнется никакой неприятности. 1931. Господь в образе человека вступает в борьбу с праведником, а затем, в виде себя побеждаемым, крепко взял сказанное его за бедро. 2031. И, видев, что не доливает, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. 2131. И все это делалось по снисхождению, чтобы изгнать из души праведника страх и побудить его идти навстречу брату без всякого опасения. 2231. Когда он крепко взял сказанное за состав бедра, тогда Яков начал хромать. 2331. Потом, чтобы праведник узнал, в силу того, кто, видимо, боролся с ним, тот и говорит ему, отпусти меня, ибо взошла заря. 2431. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. 2531. Праведник чувствовал величие силы, изрекшего эти слова, и говорит, не отпущу великого, говорит, удостоился я и превышающее мое достоинство, поэтому не отпущу тебя, пока не получу твоего благословения. 2631. А потом спрашивает, как имя твое? Он сказал, Яков, и сказал ему, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 2731. Неужели он не знал имени праведника, если бы не спросил его? Конечно, знал. 2831. Но через такой вопрос хотел только утвердить его в вере и показать, кто беседует с ним. 2931. Когда же праведник отвечал Яков, то ему было сказано, как будет называться. 3031. Видишь, как явившийся показал всецело причину, по которой он оказал праведнику такое снисхождение. 3131. Вместе с этим он научает праведника через приложение ему имени и тому, кто тот, кого он видел перед собой и удостоился осязать. 3231. Поскольку ты удостоился видеть Бога, сколько возможно видеть человеку, то поэтому я приложил тебе это наименование, чтобы все последующие роды знали, какого великого удостоился ты видения и присовокупил. 3331. Так как ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 3431. И так ничего не бойся и не ожидай никакого вреда себе от кого бы то ни было. 3531. Получив силу такую, что и с Богом мог бороться, ты тем более будешь одолевать людей и сделаешься непобедимым. 3631. Слыша этой пораженной величием того, кто беседовал с ним, праведник сказал, 3631. Скажи же мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? 3731. Оно чудно и благословил его там. 3831. Держись, говорит, в назначенных тебе пределах и не приступай меры. 3931. Ты хочешь получить от меня благословение? Вот я даю тебе благословение. 4031. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл. 4031. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. 4131. Видишь, какое дерзновение получил он от бывшего его видения. 4131. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. 4231. Видишь ли, как Господь, снисходя к немощи человеческой, все творит и устрояет так, чтобы явить свое человеколюбие. 4231. И не дивись, возлюбленные, великости такого снисхождения. 4331. Вспомни, что и праведному патриарху, когда он сидел у дуба, Бог явился в человеческом образе в виде странника, 4331. С ангелами, предвозвещая нам изначало, что некогда он действительно примет образ человека, 4431. И через то, освободив от власти дьявола, все человеческое естество приведет его к спасению. 4531. Но тогда, во времена патриархальные, поскольку было время начинания и предуготовления, 4531. Он являлся каждому из православов в видимом образе. 4631. И как сам говорит через пророка, оси 11.10. 4731. Я говорил пророкам и умножал видение, и через пророков употреблял притчи. 4831. А когда благоволил он принять зрак раба и сделаться нашим начатком, 4931. То облегся вплоть не в видении, не в образе, но поистине. 4931. Для того он восхотел перейти через все наше состояние, 5031. И родиться от жены, и быть младенцем, и объяваться пеленами, питаться молоком, 5131. И все прочее испытать, чтобы утвердить истину домостроительства и заградить уста еретиков. 5131. Для того он и спит на корабле, и путешествует, утомляет, и терпит все человеческое, 5231. Чтобы самым делом всех удостоверить в своем вочеловечении. 5331. Для того он предстоит суду, и распинается на кресте, 5431. И подвергается самой позорной смерти, и полагается во гроб. 5431. Чтобы дело домостроительства было явно для всех. 5531. А если он не поистине принял нашу плоть, то и распят не был, и не умер, и не был погребен, и не воскрес. 5531. Если же не воскрес, то все учение о домостроительстве не спровергается. 5631. Видишь ли, в какую нелепость впадают люди, не хотящие следовать учению Божественного Писания, 5631. А все предоставляющее собственному разумению. 5731. Но как здесь очевидна действительность воплощения, так праведнику тому, якому, открыт был только некоторый образ, через который надлежало ему удостоверить, в том его, каким пользуется он промышлением свыше, и как будет он неодолим для всех, кто вздумает строить ему козни. 5831. А чтобы от потомков не утаилось бывшее, то все видели, что он хромает. 5931. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. 6031. Так как праведник по исполнению времени своей жизни должен был переселиться от всего мира, а Божие о нем попечении и столь великое снисхождение должно было сделать известно всему роду человеческому, то потому и сказано, что и до ныне сыны Израилевы не едят эти жилы, зная крайнюю неблагодарность их евреев, зная, как легко забывают они благодеяния Божие. 61. Заботясь поэтому о том, чтобы они постоянно помнили оказанное им благодеяние, он устроил так, чтобы они сохраняли память о них через такие установления или обычаи. 62. Это можно найти во всем Писании. 63. Причиной большей части установлений служит особенно то намерение, чтобы последующие поколения непрестанно размышляли о Божьих благодеяниях и чтобы через забвение о них не возвращались снова к своим заблуждениям, что было очень обыкновенно в народе иудейском. 63. Этот народ, так часто показывавший свою неблагодарность за самые благодеяния, тем скорее без таких усыновлений, мог выкинуть из своего ума все, что сделано для его Бога. 64. Но посмотрим, однако, как происходила встреча Иакова с братом его. 65. Так как он из совершившихся событий почерпнул довольное утешение и получил обетование, что будет силен и крепок с людьми, то, возрев сказано, Яков и увидел, и вот идет Исаав, брат его, и с ним четыреста человек. 66. И разделил Яков детей Ильи, Рахиль и двух служанок, и поставил двух служанок и детей впереди, Ильи и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. 67. А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. 68. И побежал Исаав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. 69. Смотри, как сделав разделение, он сам прежде всех идет навстречу и семь раз кланяется на землю. 69. Посмотри, какое промышление Божие! 69. Что я вчера говорил, и теперь то скажу. 70. Когда Владыка всячески хочет явить свое о нас попечение, то и неприязненных к нам людей делает кратчайшими овец. 69. Заметь, какую перемену обнаруживает в себе Исаав. 70. Побежал, сказано, навстречу ему. 71. Извинул Исаав и увидел жены, детей и сказал, кто это у тебя? 71. Яков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. 72. Видя многочисленность братнего семейства, он удивился и изумился, а потому и захотел спросить. 72. Смотри, как велика была сила в его кротости, и как смирение в самых словах он смягчал гнев брата. 73. И подошли служанки, и дети их, и поклонились. И подошла Илия, и дети, и поклонились. 74. Наконец подошли Иосиф, и Рахиль, и поклонились. 75. Обратив внимание на то, как в силу и смиренно мудрее покорил он брата, и в том, кто, по его мнению, питал к нему враждебное чувство, нашел столько кротости, что тот со своей стороны готов был оказать ему всякую слугу. 75. И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? 76. И сказал Яков, дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего. 77. Исав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. 78. Однако ж Яков не остановился на этом, но, желая показать, как много заботится о его расположении к себе, говорит, нет. 79. Если я приобрел благоволение в очах, то и прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. 79. Прими, говорит, приносимые тебе от меня дары, потому что с такой радостью увидел я лицо твое, как если бы я увидел лицо Божие. 80. Праведник сказал это из особенного угождения, чтобы смягчить и расположить к братской любви. 80. И прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял. 81. Не откажись, говорит, принять это. Все это даровано мне Богом. Он податель всего, что имею. 81. Через это Яков незаметно давал ему понять, какого удостаивается он божественного промышления, и располагал его к тому, чтобы он показал ему большое уважение. 82. И сказал, поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобою. 83. То есть будем совершать путешествие вместе. 84. Но Яков, нашедший благовидный предлог, просит. 85. Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий крупный скот у меня дойный. 86. Если погнать его один день, то помрет весь скот. 86. Я не могу, говорит, спешить в путешествие. 87. Я принужден идти тихо и понемногу ради детей встать, чтобы большим трудом не причинить им вреда. 87. Итак, иди ты, говорит, а я, разделив на части труд детей и стад, настигну тебя в Сеире. 88. Выслушал это брат, сказал, но если хочешь, пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. 89. Исаф сказал, оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне. 89. Яков сказал, к чему это? 90. Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего, показывая этим свое уважение и услужливость, но Яков и этого не принял. 90. Я об одном всего более заботился, чтобы приобрести твою благосклонность. 90. Когда я достиг этого, то ни в чем более не нуждаюсь. 91. И возвратился Исаф тот же день путем своим Сеир, а Яков двинулся в Сакхов, и построил себе дом, и без скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Сакхов. 91. 633. Слыша это, будем подражать этому праведнику и оказывать такое же смиренно мудрее. 91. Если кто будет находиться в неприятных к нам отношениях, не станем еще более воспламенять его нерасположение, а кротостью и смирением в словах и делах будем умерять вражду и таким образом врачевать озлобленную душу. 92. Смотри, какова была мудрость этого праведника, как он сильным действием слов своих до того смягчил сердце Исаава, что тот готов был оказывать ему услуги и исполнить все для чести его. 93. И поистине то составляет величайшую добродетель, когда не тех только мы любим и никем только всячески угождаем, которые искренне к нам расположены, но когда и людей, желающих вредить нам, к себе привлекаем ласковостью. 94. Нет ничего могущественнее кротости. Как вылитая вода погашает сильно горящее пламя, так и слово, сказанное с кротостью, утешает гнев, воспламененный сильнее огня в печи, вследствие чего происходит двоякая для нас польза. 95. Этим и сами мы обнаружим в себе кротость и, успокоив раздраженный дух брата, спасем его от потрясения, рассудок. 96. Да и скажи, пожалуй, не порицаешь ли ты, не осуждаешь ли гневающегося, враждебно к тебе расположенного брата? 96. Почему же не стараешься сам поступать иначе, а еще более раздражаешься? 97. Ведь огня нельзя погасить огнем, это неестественно. 98. Так же и гнева, ни в каком случае невозможно укротить гневом. 99. Что для огня вода, то для гнева кротость и ласковость. 99. Поэтому-то и Христос сказал ученикам, если любите любящих вас, то какую примете награду? 99. И желая убедить примером и подействовать на людей беспечных, присовокупил. 99. Не то же ли и мытари делают, то есть и из беспечных, кого не возьми, не то же ли они делают? 99. Не то же ли делают с усердием и самые мытари? Что хуже мытари? 99. Однако ты найдешь, что и у мытаря это совершенно исполняется. 99. Да и невозможно, чтобы и любимый не любил, любящий его. 99. А я желаю, чтобы вы были выше и имели нечто большее. 99. Не это только внушаю вам, но хочу, чтобы вы любили и врагов. 99. Так и этот блаженный Яков, живший прежде закона, прежде всякого наставления от других по внутреннему движению, 99. С чрезвычайной своей кротостью сперва победил Лавана, а теперь и брата. 99. Если он пользовался и помощью свыше, то наперед, однако, показал и собственные усилия. 99. Так и мы должны быть уверены, что сколько бы ни усиливались, никогда и ничего не можем совершить, 99. Если не будем пользоваться содействием свыше. 99. Но как без высшей помощи мы не в силах сделать ничего, как должно, 99. Так, с другой стороны, без приложения от себя собственных усилий не можем удостоиться и высшей помощи. 99. Поэтому будем со своей стороны прилагать старания и приобретать высшее попечение, 100. Чтобы и нашим стараниям, и человеколюбием Божиим добродетели наши со дня на день умножались, 100. И мы приобретали таким образом благоволение свыше, чего да возможен достигнуть все мы, 100. Благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, 100. С которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok